Приветствуем вас, дорогие зрители, в последнем на этой неделе выпуске 3D News Daily с подборкой свежих новостей из мира хай-тек. Ранее в этом году Pebble запустила линейку Smart часов Time. Среди прочего, они получили обновленный интерфейс Timeline, который компания пообещала со временем перенести на старые Pebble и Pebble Steel. Что ж, теперь сделан первый шаг в этом направлении. Владельцы вышеупомянутых аппаратов могут записаться на бета-тестирование и оценить хронику самостоятельно. Пока таймлайн предлагается только для андроид и на английском, но в скором времени появится поддержка iOS и еще трех европейских языков. Ну а финальную версию Pebble планирует выпустить до конца года. Генеральному директору Apple по определению полагается критиковать решение Google во всех сферах, где перетекаются интересы этих двух гигантов. В недавнем интервью изданию BuzzFeed News Тим Кук заявил, что хромбуки так распространены в школах США только по причине своей доступности, а не каких-то выдающихся характеристик или возможностей. Это всего лишь цитируем «машинки» для сдачи тестов. Продавливать цены Apple не собирается, вместо этого компания обеспечит образовательный сектор инструментами для развития творчества и выполнения множества разнообразных задач. «Оценки не порождают знания», сказал Тим Кук. «Мы создаем комплексные решения, которые помогают вовлечь детей в процесс обучения и творчества». На школьных счетоводов такие аргументы, видимо, действуют слабо, поскольку машинки для сдачи тестов, о которых так снисходительно отзывается Кук, сумели занять доминирующую позицию на этом рынке за какие-то несколько лет. А к концу 2015 года, по прогнозу Google, количество хромбуков в образовательных учреждениях США превысит количество всех прочих устройств вместе взятых. Детям iPad'ы, конечно, интересней, но с долларом не поспоришь. В конце сентября Google заявляла, что предложит семейный план подписки на Play Music. И вот, спустя два с лишним месяца тариф стал доступен пользователям. За 15 долларов в месяц вы вместе еще с пятью пользователями сможете наслаждаться библиотекой из 35 миллионов композиций. Само собой, без рекламы и с поддержкой одновременного стриминга на нескольких устройств. Помимо доступа к Play Music, подписка позволит на полную эксплуатировать YouTube Red и приложение YouTube Music. Кажется, за такие деньги никто из конкурентов не предлагает такой обширный набор возможностей. Все это доступно на Android, iOS и в браузере, но активировать семейный план пока можно только с устройств под управлением Android. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи на следующей неделе, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok